В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иван-Царевич. У него было три сестры. Одна Марья-Царевна, другая Ольга-Царевна, третья Анна-Царевна. Отец и мать у них померли. Умирая, они сыну наказывали. Кто первый за твоих сестёр станет свататься, за того и отдавай, при себе не держи долго. Царевич похоронил родителей и с горя пошёл сёстрами во зелёный сад погулять. Вдруг находит на небо тучи чёрная, встаёт гроза страшная. — Пойдёмте, сестрицы, домой, — говорит Иван-Царевич. Только пришли во дворец, как грянул гром. Раздвоился потолок и влетел к ним в горницу ясен сокол. Ударился сокол о пол. Сделался добрым молодцем и говорит. — Здравствуй, Иван-Царевич. Прежде я ходил гостем, а теперь пришёл сватом. Хочу у тебя, сестрицу, Марью-Царевну, посватать. — Коли люб ты, сестрица, я её не унимаю, пусть с Богом идёт. Марья-Царевна согласилась. Сокол женился и унёс её в своё царство. Дни идут за днями, часы бегут за часами, целого года как не бывало. Пошёл Иван-Царевич с двумя сёстрами во зелёный сад погулять. Опять встаёт туча с вихрем, с молнией. — Пойдёмте, сестрицы, домой, — говорит царевич. Только пришли во дворец, как ударил гром. Распалася крыша, раздвоился потолок. И влетел орёл, ударился об пол и сделался добрым молодцем. — Здравствуй, Иван-Царевич. Прежде я гостем ходил, а теперь пришёл сватом. И посватал Ольгу-Царевну. — Отвечает Иван-Царевич. — Если ты люб, Ольга-Царевна, то пусть за тебя идёт. Я с неё воли не снимаю. Ольга-Царевна согласилась и вышла за орла замуж. Орёл подхватил её и унёс в своё царство. — Прошёл ещё один год, — говорит Иван-Царевич своей младшей сестре. — Пойдём во зелёном саду погуляем. Погуляли немножко. Опять встаёт туча с вихрем, с молнией. — Вернёмся, сестрица, домой. Вернулись домой. Не успели сесть, как ударил гром. Раздвоился потолок и влетел ворон. Ударился ворон об пол и сделался добрым молодцем. Прежние были хороши собой, а этот ещё лучше. — Ну, Иван-Царевич, прежде я гостем ходил, а теперь пришёл сватом. Отдай за меня Анну-Царевну. Я с сестрицы воли не снимаю. Коли ты полюбился ей, пусть идёт за тебя. Вышла за ворона Анна-Царевна. Унёс он её в своё государство. Остался Иван-Царевич один. Целый год жил без сестёр и сделалось ему скучно. — Пойду, — говорит, — искать сестриц. Собрался в дорогу. Шёл, шёл и видит. Лежит в поле рать сила побитая. Спрашивает Иван-Царевич. — Коли есть тут жив человек, отзовися. Кто побил это войско великое? Отозвался ему жив человек. Всё это войско великое побила Марья-Маревна, прекрасная королевна. Пустился Иван-Царевич дальше. Наезжал на шатры белые. Выходила навстречу Марья-Маревна, прекрасная королевна. — Здравствуй, царевич, куда тебя Бог несёт? — По воле, аль по неволе, — отвечал ей Иван-Царевич. — Добрые молодцы по неволе не ездят. Ну, коли дело не к спеху, погости у меня в шатрах. Иван-Царевич тому и рад. Две ночи в шатрах ночевал. Полюбился Марья-Маревне и женился на ней. Марья-Маревна, прекрасная королевна, взяла его с собой в своё государство. Пожили они вместе сколько-то времени, и вздумалась королевне на войну собираться. Покидает она на Ивана-Царевича всё хозяйство и приказывает. — Везде ходи, за всеми присматривай, только в этот чулан не моги заглядывать. Он не вытерпел, как только Марья-Маревна уехала, тотчас бросился в чулан. Отворил дверь, глянул, а там висит Кощей бессмертный. На двенадцати цепях прикован. Просит Кощей у Ивана-Царевича. — Жалься надо мной, дай мне напиться. Десять лет я здесь мучаюсь. Не ел, не пил, совсем в горле пересохло. Царевич дал ему целое ведро воды. Он выпил и ещё запросил. Мне одним ведром не залить жажды, дай ещё. Царевич подал другое ведро. Кощей выпил и запросил третье. А как выпил третье ведро, взял свою прежнюю силу, тряхнул цепями и сразу все двенадцать порвал. — Спасибо, Иван-Царевич, — сказал Кощей бессмертный. — Теперь тебе никогда не видать Марьи-Маревны, как ушей своих. И страшным вихрем вылетел в окно, нагнал на дороге Марью-Маревну, прекрасную королевну, подхватил её и унёс к себе. А Иван-Царевич горько-горько заплакал, снарядился и пошёл в путь дорогу. Что не будет, а разыщу Марью-Маревну. Идёт день, идёт другой. На рассвете третьего видит чудесный дворец. У дворца дуб стоит, на дубу ясен сокол сидит. Слетел сокол с дуба, ударился озим, обернулся добрым молодцем, закричал. — Ах, Шурин мой любезный, как тебя Господь милует! Выбежала Марья-Маревна, встретила Ивана-Царевича радостно, стала про его здоровье расспрашивать, про своё житьё-бытьё рассказывать. Погостил у них царевич три дня и говорит, не могу вас гостить. Долго я иду искать жену мою, Марью-Маревну, прекрасную королевну. Трудно тебе сыскать её, отвечает сокол. Оставь здесь на всякий случай свою серебряную ложку. Будем на неё смотреть, про тебя вспоминать. Иван-Царевич оставил у сокола свою серебряную ложку, пошёл в дорогу. Шёл он день, шёл другой. На рассвете третьего видит дворец, ещё лучше первого. Возле дворца дуб стоит, на дубу орёл сидит. Слетел орёл с дерева, ударился озим, обернулся добрым молодцем, закричал. Вставай, Ольга-Царевна, милый наш братец идёт. Ольга-Царевна тотчас прибежала навстречу, стала его целовать, обнимать, про здоровье расспрашивать, про своё житьё-бытьё рассказывать. Иван-Царевич погостил у них три денька и говорит. Дольше гостить мне некогда. Я иду искать жену мою, Марью-Маревну, прекрасную королевну. Отвечает орёл, трудно тебе сыскать её. Оставь у нас серебряную вилку. Будем на неё смотреть, тебя вспоминать. Он оставил серебряную вилку и пошёл в дорогу. День шёл, другой шёл, на рассвете третьего видит дворец лучше первых двух. Возле дворца дуб стоит, на дубу ворон сидит. Слетел ворон с дуба, ударился о земь, обернулся добрым молодцем и закричал. Анна-Царевна, поскорей выходи, наш братец идёт. Выбежала Анна-Царевна, встретила его радостно, стала целовать, обнимать, про своё житьё-бытьё рассказывать. Иван-Царевич погостел у них три денька и говорит. «Прощайте, пойду жену искать, Марью-Маревну, прекрасную королевну». Отвечает ворон. «Трудно тебе сыскать её. Оставь-ка у нас серебряную табакерку. Будем на неё смотреть, тебя вспоминать». Царевич отдал ему серебряную табакерку, попрощался и пошёл в дорогу. День шёл, другой шёл, а на третий добрался до Марьи-Маревны. Увидала она своего милого, бросилась к нему на шею, залилась слезами и промолвила. «Ах, Иван-Царевич, зачем ты меня не послушался?» Посмотрел в чулан и выпустил Кощея Бессмертного. «Прости, Марья-Маревна, не поминай старого, лучше пойдём со мной, пока не видать Кощея Бессмертного. Авось не догонит». Собрались и уехали. А Кощей на охоте был. К вечеру он домой ворочается. Под ним добрый конь спотыкается. «Что ты, несытый кляча, спотыкаешься? Аль чуешь, какую невзгоду?» Отвечает конь. «Иван-Царевич приходил, Марью-Маревну увёз. А можно ли их догнать? Можно пшеницу насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать её, смолотить, в муку обратить, пять печей хлеба наготовить. Тот хлеб поесть, да тогда в догонь ехать и то поспеем». Кощей поскакал, догнал Иван-Царевича. «Ну, — говорит, — первый раз тебя прощаю за твою доброту, что водой меня напоил, и в другой раз прощу, а в третий берегись, на куски изрублю». Отнял у него Марью-Маревну и увёз. А Иван-Царевич сел на камень и заплакал. Поплакал, поплакал, опять воротился назад за Марью-Маревну. Кощей бессмертного дома не случилось. «Поедем, Марья-Маревна. Ах, Иван-Царевич, он нас догонит. Пускай догонит. Мы хоть часок-другой проведём вместе». Собрались и уехали. Кощей бессмертный домой возвращается. Под ним добрый конь спотыкается. «Что ты, несытые клячи, спотыкаешься? А ли чуешь какую невзгоду? Иван-Царевич приходил, Марью-Маревну с собой взял. А можно ли догнать их? Можно ячменю насеять, подождать, пока он вырастет. Сжать, смолотить, пиво наварить, до пьяно напиться, до отвала выспаться. Но тогда в догонь и ехать и то поспеем». Кощей поскакал, догнал Иван-Царевича. «Ведь я ж говорил, что тебе не видать, Марьи-Маревны, как ушей своих». Отнял её и увёз к себе. Остался Иван-Царевич один. Поплакал, поплакал, опять воротился за Марьей-Маревной. На ту пору Кощея дома не случилось. «Поедем, Марья-Маревна!» «Ах, Иван-Царевич! Ведь он догонит тебя в куски и изрубит. Пускай изрубит, я без тебя жить не могу. Собрались и поехали». Кощей бессмертный домой возвращается. Под ним добрый конь спотыкается. «Что ты спотыкаешься? А ли чуешь, какую невзгоду?» Иван-Царевич приходил, Марью-Маревну с собой взял. Кощей поскакал, догнал Иван-Царевича, изрубил его мелкие куски и поклал в смолёную бочку. Взял эту бочку, скрепил железными обручами и бросил в Синем море. А Марью-Маревну к себе увёз. В то самое время у зятьёв Иван-Царевича серебро почернело. «Ах!» — говорят они. «Видно, беда приключилась». Орёл бросился на Синем море, схватил и вытащил бочку на берег. Сокол полетел за живой водою, а ворон — за мёртвую. Слетелись все трое в одно место. Разбили бочку, вынули куски Иван-Царевича. Перемыли и склали, как надобно. Ворон брызнул мёртвую водою, тело срослось, съединилось. Сокол брызнул лжевой водой. Иван-Царевич вздрогнул, встал и говорит. «Ах, как я долго спал! Ещё бы дольше проспал, если б не мы!» — отвечали зятья. «Пойдём теперь к нам в гости». «Нет, братцы, я пойду искать Марью-Маревну». Приходит к ней и просит. «Разузнаю, Кощея Бессмертного, где он достал себе такого доброго коня». Вот Марья-Маревна улучила добрую минуту и стала Кощеева спрашивать. Кощей сказал. «За три девять земель в тридесятом царстве за огненной рекой живёт Баба Яга. У ней есть такая кобылица, на которой она каждый день вокруг света облетает. Много у ней и других славных кобылиц. Я у ней три дня пастухом был, ни одной кобылу не упустил. И зато Баба Яга дала мне одного же ребёночка. Как же ты через огненную реку переправился? А у меня есть такой платок, как, махнув в правую сторону, три раза сделается высокий-высокий мост, и огонь его не достанет». Марья-Маревна выслушала, пересказала всё Ивану Царевичу, и платок унесла, да ему отдала. Иван Царевич переправился через огненную реку и пошёл к Бабе Яге. Долго шёл он, не пивши, не евши. Попалась ему навстречу заморская птица с малыми детками. Иван Царевич говорит. «Съем-ка я одного цыплёночка». «Не ешь, Иван Царевич», — просит заморская птица. «В некоторое время я пригожусь тебе». Пошёл он дальше, видит в лесу улей пчёл. «Возьму-ка я, — говорит, — сколько-нибудь метков». Пчелиная матка отзывается. «Не тронь моего мёду, Иван Царевич. В некоторое время я тебе пригожусь». Он не тронул и пошёл дальше. Попадает ему навстречу львица с ольвёнком. «Съем я хоть этого львёнка. Есть так хочется». Ажно-тошно стало. «Не тронь, Иван Царевич», — просит львица. «В некоторое время я тебе пригожусь». «Хорошо, пусть будет по-твоему». Побрёл голодный, шёл-шёл, стоит дом бабы-яги. Кругом дома двенадцать шестов. На одиннадцати шестах по человечьей голове только один незанятый. «Здравствуй, бабушка». «Здравствуй, Иван Царевич. По что пришёл?» «По своей доброй воле, аль по нужде. Пришёл заслужить у тебя богатырского коня». «Изволь, Царевич, у меня ведь не год служить, а всего три дня. Если упасёшь моих кобылиц, дам тебе богатырского коня. А если нет, то не гневайся. Торчать твоей голове на последнем шесте». Иван Царевич согласился. Баба-яга его накормила, напоила и велела за дело приниматься. Только что выгнал он кобылиц в поле, кобылицы задрали хвосты и все врозь по лугам разбежались. Не успел Царевич глазами вскинуть, как они совсем пропали. Тут он заплакал, запечалился, сел на камень и заснул. Солнышко уже на закате, прилетело за морской птицей будет его. «Вставай, Иван Царевич, кобылицы теперь дома». Царевич встал, воротился домой, а баба-яга и шумит, и кричит на своих кобылиц. «Зачем вы домой воротились? Как же нам было не воротиться? Налетели птицы со всего света, чуть нам глаза не выклевали». «Ну, вы завтра по лугам не бегайте, а рассыпьтесь по дремучим лесам». Переспал ночью Иван Царевич, наутро баба-яга ему говорит. «Смотри, Царевич, если не упасешь кобылиц, если хоть одну потеряешь, быть твоей буйной головушке на шесте». Погнал он кобылиц в поле. Они тотчас разбежались по дремучим лесам. Опять сел Царевич на камень. Плакал, плакал, да и уснул. Солнышко село за лес, прибежала львица. «Вставай, Иван Царевич, кобылицы все собраны». Иван Царевич встал и пошел домой. Баба-яга пуще прежнего и шумит, и кричит на своих кобылиц. «Зачем домой воротились? Как же нам было не воротиться?» Набежали лютые звери со всего света. Чуть нас совсем не разорвали. «Ну, вы завтра забегите в Сине море». Опять переспал ночь Иван Царевич. Наутро посылает его баба-яга кобылиц спасти. «Если не упасешь, быть твоей буйной головушке на шесте». Он погнал кобылиц в поле. Они тотчас задрали хвосты, скрылись с глаз и забежали в Сине море. Стоят в воде по шею. Иван Царевич сел на камень, заплакал и уснул. Солнышко за лес село. Прилетела пчелка и говорит. «Вставай, царевич, кобылицы все собраны. Да как воротишься домой, бабе-яге на глаза не показывайся. Пойди в конюшню и спрячься за яслями. Там есть паршивый жеребенок, в навозе валяется. Ты украть его и в глухую полночь уходи из дома». Иван Царевич встал, пробрался в конюшню и улегся за яслями. Баба-яга шумит и кричит на своих кобылиц. «Зачем воротились? Как же нам было не воротиться? Налетела пчел невидимо-невидимо со всего света. И давай нас со всех сторон жалить до крови». Баба-яга соснула, а в самую полночь Иван Царевич украл у нее паршивого жеребенка, оседлал его, сел и поскакал к огненной реке. Добежал до той реки, махнул три раза платком в правую сторону. И вдруг откуда ни взялся, повис через реку высокий славный мост. Царевич переехал по мосту и махнул платком. В левую сторону только два раза. Остался через реку мост, тоненький-тоненький. Поутру пробудилась Баба-яга, паршивого жеребенка видом не видать. Бросилась в погоню, во весь дух на железной ступе скачет. Пестом погоняет, по мелом след заметает. Прискакала к огненной реке, взглянула и думает. «Хорош мост!» Поехала по мосту, только добралась до середины. Мост обломился, и Баба-яга чебурах в реку. Тут ей лютая смерть приключилась. Иван-царевич откормил жеребенка в зеленых лугах. Стал из него чудный конь. Приезжает царевич к Марье-маревне. Она выбежала, бросилась к нему на шею. «Как тебя Бог воскресил!» «Так и так», — говорит. «Поедем со мной. Боюсь, Иван-царевич, если Кощей догонит, быть тебе опять изрублено». «Нет, не догонит. Теперь у меня славный богатырский конь. Словно птица летит. Сели они на коня и поехали. Кощей бессмертный домой ворочается, под ним конь спотыкается. Что ты, несытые клячи, спотыкаешься? А ли чуешь какую невзгоду? Иван-царевич приезжал. Марью-маревну увез. А можно ли их догнать? Бог знает. Теперь у Ивана-царевича конь богатырский лучше меня. «Нет, не утерплю», — говорит Кощей бессмертный. «Поеду в погоню». Долго ли, коротко ли, нагнал он Иван-царевича, соскочил на земь и хотел было сечь его острой саблею. В те поры конь Иван-царевича ударился всего размаху копытом Кощей бессмертного и размазжил ему голову, а царевич доконал его палицей. После того наклал царевич груду дробь, развел огонь, спалил Кощей бессмертного на костре и самый пепел его пустил по ветру. Марья-маревна села на Кощей его коня, а Иван-царевич на своего. И поехали они в гости. Сперва к ворону, потом к орлу, а там и к соколу. Куда они приедут, всюду встречают их с радостью. «Ах, Иван-царевич, а уж мы не чаяли тебя видеть. Ну, да недаром же ты хлопотал такой красавицы, как Марья-маревна, во всем свете поискать, другой не найти. Погостили они, попировали, поехали в свое царство. Приехали и стали себе жить, поживать, добра наживать, да медок попивать». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова